Министерство иностранного взаимодействия Таджикистана, а также Просорство Российской Федерации, значит, Республика Таджикистан и всех наших информационных партнеров и всех, кто принимал участие и оказывал содействие в организации нашего круглого стола. Цель нашего круглого стола, вам известно, силами экспертов и специалистов планировать место и роль Таджикистана в геополитической динамике Центральной Евразии и определить основные векторы истории развития Таджикистана и России. Сегодня в ходе работы круглого стола продолжаются обсудить геоэкономический, геокультурный и геополитический процесс Центральной Евразии, а также будут рассмотрены инициативы Таджикистана и России в организации межгосударственного проекта в программе евразийского развития экономики в социальной и гуманитарной сферах в области региональной безопасности. В ходе работы круглого стола будет впервые в Центральной Азии представлен альбом инвестиционных проектов для Республики Таджикистан и Центральной Азиатской региона разработаны под руководством круглого. В целом мы собрались здесь для того, чтобы путем дискуссии отстаивать свои позиции по модели развития Республики Таджикистан на футболе развития России в 21 веке. И в этом контексте будет очень значительно важна любая общая оценка, любой общий вывод, который станет результатом наших обсуждений. Желаю всем нам плодотворнее работы. Благодарю за внимание. А модературно, я хочу представить нашего партнера. Он всегда вместе с нами, когда мы проводим международную форуму круглого стола, конференции. Он достаточно старый сахар. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые участники круглого стола. Может быть, мы попросим директора из Таджикистана? От имени Медя. Ну вот, с этого и начиняем. То есть, выходим из этой рамки. Я передаю микрофон господине Таджикистану, чтобы от имени Медя господин Таджикистан поздравил вас с начала работы круглого стола. Благодарю вас. Спасибо. Я, конечно, очень рада, что это слово. Приветствую. Но если вы посмотрите программу, там есть мой доклад, он более такой обширный, где говорится о политике Таджикистана и о направляниях последующего развития. Поэтому, ну, конечно, мы очень рады от имени Министерства иностранных дел приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Мы надеемся, что конференция «Кружный стол» пройдет в конструктивной такой, конструктивно-грузке. Большое спасибо. Я хочу сразу сказать о том, что я не только в гостях, у меня еще и доклад имеется. Я его прочитаю сегодня обязательно. А сейчас я просто хочу от имени посла России по поводу Юрия Придоровича, который очень хотел поучаствовать в нашей сегодняшней конференции, но по очень объективным причинам организаторы знают, по каким не смог, к сожалению, принять участие в открытии этого круглого стола. Но от его имени хотел бы я просто сказать несколько слов приветственных. Примерно Юрий Федорович хотел сказать следующее. Само по себе тема сегодняшнего мероприятия очень актуальна. Таджикистан, роль Таджикистана в евразийском развитии. Само по себе евразийское развитие, наверное, предполагает какие-то интеграционные процессы на евразийском пространстве. То есть те процессы, которые, в общем-то, сейчас имеют место быть на нашем большом континенте. И процессы эти объективны. Мы знаем, что вот и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Европе, и в Азии создаются и расширяются постоянные интеграционные объединения, экономические интеграционные объединения. Это и ОСИАН, и Рокосу, и прежде всего самый известный проект интеграционный это Европейский Союз. Сейчас в нынешних условиях наверное ни одно, даже самое сильное экономическое государство не способно выжить в одиночку. Все равно доминантом нашего сегодняшнего развития является глобализация, интеграция. и я думаю, что здесь ни Россия, ни Таджикистан тоже не являются исключением. Почему-то забывают многие, что сам по себе бывший Советский Союз тоже был большим интеграционным проектом. Как прочим, и до него еще интеграция очень тесно существовала между Россией и теми государствами, которые существовали в Центральной Азии. И вот сейчас опять очередной раз мы говорим об интеграционном процессе. Не кажется ли нам всем, что это просто объективная потребность, от которой просто нам никуда не деться. И поэтому мы здесь собрались и обсуждаем эту тему сегодня. Как раз наш Кубы 100 этому и посвящен. Я думаю, что сегодня вот те специалисты, эти уважаемые эксперты, которые собрались в этой аудитории, более подробно, более детально и предметно смогут осветить какие-то аспекты вот этих интеграционных процессов и роли Таджикистана, который является одним из ключевых звенов зрения вот в этой эмузийской интеграции вот в этих процессах смогут осветить. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу от имени посла России, от имени посольства России пожелать вам успехов и организаторов, вам успехов в проведении нашего сегодняшнего мероприятия, а организаторов хочу поблагодарить за приглашение в нем поучаствовать. спасибо. Я вижу как своих и России больших друзей, как всех тех, кто напряженно, каждый на своем месте, думает, размышляет о судьбах российско-таджикского сотрудничества и нашего совместного будущего. И это то, что волнует меня, то, что волнует каждого здесь присутствующего. У нас могут быть разные подходы, но мы все вместе понимаем, что у нас общая судьба и что мы должны напрягать все наши силы для того, чтобы какими-то может быть случайными решениями, непродуманными решениями не нанести вред нашему стратегическому сотрудничеству. Поэтому я вас приветствую как друзей и хочу сказать, что я в очередной раз чувствую и с каждым разом, когда прилетаю в Таджикистан все больше и больше, что я попадаю, во-первых, в очень такую воодушевляющую, дружественную среду, это очень важно. Во-первых, попадаю в очень дружелюбную и открытую среду людей, которые для меня братья, которые для меня совершенно родные по духу, по пониманию ситуации и, честно говоря, просто очень приятно быть, это просто очень хорошо по-человечески. С другой стороны, я уже себя тоже ловлю на том, что каждый раз для меня это интеллектуальный вызов и требуется серьезное интеллектуальное напряжение, потому что, если честно говоря, 10 лет назад я думал, что Москва все-таки задает такую моду на разные рода тренды на постсоветском пространстве, то сейчас я понимаю, что на самом деле по факту это уже давно не так. И что на самом деле здесь, в Таджикистане, действительно существуют, может быть, не шумные, не прикривые, но серьезнейшие лаборатории и фабрики мысли, которые бьются живой мыслью и очень серьезно заставляют задуматься о том, как вообще нам жить в эту постсоветскую эпоху. Я поэтому каждый раз в дискуссиях с коллегами, с друзьями все время испытываю серьезное интеллектуальное напряжение. Я очень рад и выражаю свою признательность Российско-Таджикскому славянскому университету, я очень рад, что все-таки наш новый стол проходит и в стенах образовательного одного из ведущих образовательных учреждений Республики Даджикистан и как учреждение по сути совместного, в том числе управления и совместного реального интеграционного проекта как такового. Я очень рад, что мы будем так или иначе исходить из задач науки, образования, промышленности и это и задает собственно реальные перспективы. Помимо этого все остальное временное наносное, без высоко образованных духовных и думающих о индустриализации людей, мы нашей экономике и наше общество не поднимем. Как в Таджикистане, так и в России. Теперь собственно вот по теме доклада, который заявился Фло Судулович, о котором я тоже очень признателен за то, что он согласился вести наш круглый стол и мы совместно с ним и дальше и будем вести. И я просто очень его лично люблю, поскольку я вижу в нем удивительного тончайшего интеллектуала, который с одной стороны очень все время в нюансах выражает такое тончайшее понимание ситуации, а с другой стороны иногда возьмет и какую-то мысль такую предложит, которую я потом много недель, много месяцев начинаю размышлять. И вот в частности мы завтра будем в Нуреке и в Тангаринском районе. Совершенно по-новому мне показал смысл и значение и Нурека как проекта и вообще удивительно уникальной территории вокруг Нурека как реального символа евразийского сотрудничества и евразийского развития, которому нам еще надо дорасти и на котором надо идти. Что касается стратегии развития Таджикистана и евразийских лет, как новое повестное российское таджийских отношениях. Мне кажется и вряд ли стоит кого-то здесь убеждать, что мы находимся с одной стороны можно сказать в критической ситуации, а с другой стороны в очень многообещающей ситуации, когда у нас уже гигантский опыт постсоветского сотрудничества, постсоветской совместной жизни. Ведь реально начиная с тех процессов, которые были названы перестройкой, прошло четверть века. Вдумайтесь в эту цифру. Четверть века. За четверть века мы сумели осознать гигантские проблемы, гигантские пласты проблем. Сумели заново увидеть и себя, и мир. Мир меняется за эти четверть века гигантским образом. И, конечно, мне кажется очень многообещающим то, что несмотря даже на некоторые широковатости в российско-таджийских отношениях, на самом деле, мне кажется, мы выходим на новую повестку сотрудничества. Мы совершенно понимаем теперь, что нам уже нельзя жить с опытом и заделами и инерциями Великого Советского Союза. Все. Наши отцы и деды поработали гигантским образом. Они нам дали гигантские капиталы, наследство дали гигантское. Но пора уже начинать самим создавать новые мировые по уровню вещи. Пора самим создавать новую индустрию, новую промышленность. И мне кажется, вот в этой ситуации то, что ученые называют точкой бифуркации, когда сотрудничество и совместные проекты могут пойти в самом равном направлении, в этой ситуации нам нужно сегодня смелее предлагать вопрос о том, а в чем роль Таджикистана. Что Таджикистан сегодня? Это небольшая по сравнению с Российской Федерацией небольшая страна, в которой есть гигантские экономические проблемы, особенно опять же на фоне допустим российского нынешнего углеводородного благополучия, который еще по инерции есть. Либо Таджикистан это на самом деле уникальная страна с уникальными традициями, которая сегодня тоже может продемонстрировать и показать совершенно новую модель евразийского развития. Я, безусловно, склоняюсь ко второй точке зрения. В каком-то плане мы должны четко понимать, что ни у одной, ни одного нового государства бывшей республики Советского Союза сегодня нет ясного ответа, какая модель экономики, какая социально-экономическая модель будет на ближайшие десятилетия. Нету этого ответа. Это открытый вопрос. Мы все уже, прошу прощения, наелись за эти годы псевдорыночной лексикой, псевдорыночными экономиками, где не поймешь, то ли это на самом деле преобразованная административно-командная система, случайно названная рыночная, то ли это самый, так сказать, низкопробный рынок, который уже во всех ведущих странах мира тоже уже никто не видел и все забыли, что это такое. На самом деле мы находимся в поиске и кто первый начнет серьезно ставить вопросы о новой модели евразийского развития, тот и будет впереди. Вот мое твердое движение. В этом плане я вижу с учетом всех ресурсов Республики Таджикистан уникальных ресурсов и не только природных ресурсов как таковых, которые Богом даны напрямую, но и прежде всего человеческих ресурсов, интеллектуальных ресурсов, научно-академических ресурсов, индустриальных ресурсов, аграрных ресурсов. Я вижу, что имело бы смысл сегодня попытаться начинать обсуждать смелые решения. И вот с моей точки зрения, конечно, под это надо создавать специальную команду, это требует серьезных специальных разработок. Мне кажется, Таджикистан готов сегодня к тому, чтобы под задачу мощнейшего подъема хозяйства и экономики, качественного улучшения жизни и качества жизни и уровня жизни населения Таджикистана, тем более оно теперь стало 8 миллионов, то есть это уже новое качество, в том числе и демографическое качество республики, вообще начинать обсуждать повестку, как стать евразийским львом. Вот евразийский лев, конечно, это в каком-то смысле слепок с так называемых азиатских тигров, которые в 70-е годы, как новые индустриальные страны, показали неожиданный рывок, казалось бы, непонятно откуда взявшийся, хотя те, кто внимательно изучают эти рывки, прекрасно знают откуда это берется. Это берется прежде всего из трех компонентов, которые я и назову. Первое, это решение населения прорываться к лучшей жизни, используя все свои ресурсы и прежде всего делает ставку на интеллектуальный ресурс. Интеллектуальный ресурс не в болтливом плане, не абстрактные креативные классы, которые там что-то могут такое, завитушечку нарисовать, и потом якобы на этом высокохудожественном рисунке жить сто лет. Речь идет об инженерах, речь идет об управленцах, речь идет об ученых, которые занимаются и прикладными, и академическими моментами. Это первый момент. Ставка на собственный интеллектуальный ресурс, на самые лучшие представители своего населения. Вот это первый залог успешной прорывной политики. Второй момент успешной прорывной политики, это безусловно правильный партнер и правильная повестка этого партнерства. Здесь я, конечно, я выражаю свою личную точку зрения, я не вижу Таджикистан без России, я не вижу Россию без Таджикистана, без продолжения нашего совместного исторического бытия. Формы определит народ, формы определит прежде всего та молодежь, которая учится сегодня в РДСУ, это они будут делать и решать в полной мере. Мы вряд ли должны сегодня задавать все моменты того, что будет через 20-30 лет. Но то, что наша историческая судьба, это совместная судьба, это уникальный ресурс, я здесь нисколько не сомневаюсь. Я, кстати, пользуюсь случаем, хочу, пусть чуть запоздало, но так вот у нас по датам получается, поздравить всех с прошедшим Днем Победы, нашим великим совместным праздником, где в очередной раз выражается всеми гранями нашей общей исторической судьбы. Третий момент, это, конечно, постановка проблемы новой индустриализации во всей ее полноте. Еще буквально 10 лет назад слово индустриализации промышленности, по крайней мере в Российской Федерации, было ругательным. Когда говорили о промышленной политике, то говорили, очевидно, это вот тот товарищ, который еще не перестроился в 85-м году. Постиндустриальная повестка всеми задавалась как то наше будущее шикарное, в которое мы все придем, где мы избавимся от дырных труб, от непонятных производств, все будем сидеть за компьютерами и, так сказать, нажатием клавиш решать гигантские вопросы и зарабатывать триллионы денег. На самом деле, сегодня всем миром, не только и Российской Федерации, и на постсоветском пространстве, всем миром доказано, что без новой индустриализации нету ни у кого будущего. Президент США Обама в январе прошлого года в своем ежегодном федеральном послании какую главную мысль в США, возвращайтесь обратно в США. Уровень сектора услуг вырос настолько, что мы деградируем как нация. Мы, казалось бы, получаем ренту от дешевого труда за рубежом, а на самом деле мы деградируем, поскольку у нас в стране пропадает инженерный труд, сложные системы, и в общем люди перестают проектировать новую индустриальную систему, и то, что получаем прибыль за счет задела наших отцов, мы сами уже перестаем создавать, и пропадаем как ведущая страна мира. Поэтому клич Обамы, буквально клич, индустрии, промышленники назад в Америку, это, мне кажется, сегодня вот здесь в хорошем смысле прекрасный пример. Это правильное понимание, а у нас по-прежнему часто в газетах вот в Дедомостях на прошлой неделе опять была гигантская статья про прекрасное постиндустриальное будущее. Забудьте про индустрию, забудьте про промышленность, все будет само создаваться, и еда, и вещи, они к нам откуда-то прилетят, откуда-то из-за рубежа нам их привезут. Ну, это просто инфантильная повестка дня, от нее надо уходить, четверть века мы пытались что-то такое псевдорыночное конструировать, надо это заканчивать. Прорыв в новую экономику, в новую хозяйственную систему, это обязательно вопрос о новой индустриализации. Поэтому я считаю, что с учетом этих трех ресурсов, соответственно, интеллектуального ресурса собственного населения, где молодежь, образованная молодежь, это самое главное, и мне еще раз приятно, что мы находимся в стенах одного из ведущих образовательных учреждений Республики Таджикистана. Второй момент, это, безусловно, вопрос партнеров, и здесь я вижу прямую зависимость от успехов индустриализации и развития Таджикистана, это прямое влияние на успех развития и индустриализации Российской Федерации. Как бы это иногда казалось некомичным, маленький Таджикистан, большая Российская Федерация, с точки зрения индустриализации мы находимся в одинаковой ситуации. понимаете, если не хуже, поскольку сырьевая зависимость это очень тяжелый вопрос и здесь тоже вопрос индустриализации, кто у кого будет учиться, это еще вопрос, кто будет двигаться вперед, у того и будем учиться. И третий момент, это сама новая индустриализация как полезно. В этой ситуации я хотел тоже кратко отчитаться буквально о том, как вот я и мои коллеги, мои соратники, в том числе и в Тошанге, и в Москве, как мы движемся в последний год, мы выдвинули повестку, что нужно стратегическое партнерство наполнять содержание, это было полтора года назад, полгода, чуть побольше, в сентябре, мы, соответственно, предложили то, что назвали таджики и СМИ планом крупного, но это не крупного плана, это план той разработческой, проектно-разработческой группы, где просто, я представляю эту группу, где в этом плане мы видим возможность серьезного инвестиционного ресурса со стороны Российской Федерации, формуле нарождающейся Российской Корпорации развития и сотрудничества со странами Центральной Азии, либо в других формах, это уже второй вопрос. И, соответственно, сейчас, то есть, был выдвинут план непосредственно, он был представлен везде широко в СМИ, этот план совместного развития находится у вас в раздаточных материалах, и сейчас мы за эти полгода вышли на первый этап разработки стратегических инвестиционных проектов, которые могли бы уже предметно, содержательно наполнить наше стратегическое партнерство и сотрудничество. Вот этот альбом стратегических инвестиционных проектов сегодня будет специально представлен, он вам розбит, соответственно, там вы можете посмотреть некоторые лишь проекты, поскольку реестр проектов у нас составляет на сегодня более 100 проектов, и почти все они с ядром республики Таджикистан, но обязательно с элементами завязок-увязок с другими государствами Центральной Азии, в том числе с Центральной Азией в широком географическом смысле, имея в виду и Афганистан, и Пакистан, и Иран. И вот эти стратегические инвестиционные проекты, мы считаем, это та материальная база, через которую мы можем серьезно начинать двигаться к серьезным инвестициям. Я считаю, таких триггерных запускных инвестиций в ближайшие 4-5 летки должно быть 12 миллиардов долларов. Это не все инвестиции, это лишь те, которые Российская Федерация должна выделять на новую индустриализацию Таджикистана для запускных базовых проектов, помимо всех других инвестиций. В плане это все подробно сказано. Почему стратегические инвестиционные проекты? Помимо того, что речь идет о проектах 7-15 лет и возврата вложенных средств в этот период, примерно около миллиарда долларов по сумме, речь идет прежде всего о том, что с нашей точки зрения дефицит основной на постсоветском пространстве, а я не побоюсь сказать и в мире, это дефицит проекта. На самом деле, и в Российской Федерации это просто очень наглядно, когда начался нефтяной денежный бум 2003-2004 года, вы представьте, в отдельной неделе золото-валютные запасы Российской Федерации, это только золото-валютные запасы, приходило по 6, по 8, по 10 миллиардов долларов за неделю. И гигантское количество этих средств сейчас находится в казначильских билетах США и так далее. То есть, в принципе, сами денежные ресурсы, тем более на мировых рынках, они имеются в избытке. Проблема основная, что никто не знает, куда их вкладывать. Ну, естественно, чтобы была отдача, чтобы была понятная польза через, пусть, 15 лет, но чтобы это все можно было просчитать, и чтобы это вложенный каждый рубль отдавал потом 2, 3, 4 рубля. и, в принципе, сама система ретабельности и сам проект был по-настоящему инвестиционным проектом. Поэтому мы видим свою задачу, и мы с огромной признательностью ко всем и с огромной просьбой ко всем обращаемся. Эти проекты, которые мы предлагаем, это первые наброски. Мы специально написали версии 1.0. Мы ждем критики, очень жесткой критики. Мы ждем дополнения к этим проектам. Под эти проекты мы уже сейчас начинаем создавать проектные команды, поскольку дальше только конкретные люди, естественно, держатели, лидеры этих проектов и из России, и из Таджикистана могут эти проекты реализовать. Они же не могут сами по себе реализовываться. Поэтому начинаем создавать проектные команды. Будем признательны за любые инициативы. Приходите, пишите, говорите. Будем включать, думать, как что делать. Я более чем уверен, на этой неделе в очередной раз в Москве в Госдуме будет обсуждаться уже в таких завершающей стадии вопрос о российской корпорации сотрудничества странами Центральной Азии. Я уверен, что, соответственно, мы к концу года уже можем выйти на один-два реальных во всех банковских форматах и документах один-два проекта, которые были бы своего рода моделями для дальнейшего работы с этими стратегическими инвестиционными проектами. Поэтому прошу помощи поддержки и критики. Это очень важно. Мы специально видим нашу задачу, чтобы, прежде всего, удивительно компетентных специалистов из Республики Таджикистан включать в эту разработку. Потому что мы не собираемся на московском асфальте для Таджикистана придумывать какие-то фантазии. Нам это не нужно. И мы очень рады за любую критику. Игорь Уракович, вот вижу сейчас, тоже ему огромная признательность, поскольку он так ненавязчиво, спокойно за последний год показал и значимость алюминиевой промышленности вообще в Таджикистане. Хотя это кажется может банально для него и для кого-то, но из Москвы не все видно, не все понимается по статусам, по акцентам. И мы сейчас тоже очень интереснейше выходим на проблематику вообще местных длинноземов. Использование, по сути, создания, возможно, новой алюминиевой промышленности через какое-то время в республике Таджикистан, менее зависимой от импортных поставок. Поэтому вот такого рода проекты, такие совместные наши команды, это наш главный ресурс развития, евразийского развития. Если мы начнем двигаться, то я уверен, что и другие республики постсоветского пространства, и государства не постсоветского пространства, и такие, как Пакистан, у нас сейчас тоже совместные проекты начинаются, и Иран, и Афганистан, все эти выдающиеся страны, которые мы считаем уже невозможно без них обсуждать центрально-азиатские регионы, центрально-азиатское развитие, мы все начнем, задавая пример, двигаться совместно. Я думаю, что на этом я закончу свое выступление, иначе весь круглый стол сведется к моему выступлению, но Светлова Сугулович не даст это состояться. Огромное спасибо. Я считаю, что вот эту повестку евразийского льва нужно рассматривать, критиковать, и мне было бы очень важно, чтобы и представители руководства Республики Таджикистан тоже как-то к этому начали относиться. Спасибо. Я попросил бы наших мыслов ведущих, Светлова Сугуловича, я попросил бы Светлова Сугуловича выступить со своим докладом и представить точку зрения на тему нашего круглого стола. Пожалуйста. Спасибо. Тема геополитических взаимоотношений Таджикистана с другими странами и позиция геополитических позиций Таджикистана в последние дни стала еще более интересным и расстроенным, чем наша передушевая конференция, которую мы обсуждали. напряжение геополитического плана. Это утка о том, что как будто китайцы захватили земли Таджикистана, это утка о том, что мы передали айни уже американцам, это о том, что мы попросили российских солдат ходить, чтобы из них будут американцы и так далее и так далее. Их очень много, я их перечислять не буду. На этом фоне, конечно, недавние заявления господина Жерновского и Рогозина Анишникова и вчерашние заявления Бариса Шевелева остаются такими неприятными моментами в наших взаимоотношениях, которые господин Крупов очень дипломатично сказал, некоторые шероховатости в наших дипломатических отношениях. Вот эти шероховатости, конечно, на уровне сознания нашего народа оставляют определенные моменты, которые мы потом должны оправдаться еще, как и оправдываются сейчас Жерновский, Рогозин, Янишников и в скором времени и Бариш Милев сам будет заявлять, что он не имеет этого веру, а совсем о другом он говорит. Что он сказал, что в Таджикистане это не состоялось если государство вчера этого. И конечно это нас задевает, и мы должны отвечать, и мы не можем молчать, когда главный цель нашего народа является укрепление своей национальной государственной, и об этом заявляет наш президент, и потом кто-то говорит, что это государство не состоялось и это просто нельзя говорить. И он Россий Леонидович Крупнов как говорят, пошел против ветра и он заявил о том, что Таджикистан нам без России не может представить, и Россию без Таджикистана не может представить, и с геополитической точки зрения он очень прав, потому что например уход 201 из Таджикистана означает, что границы России будут как шакриновая кожа, как анемиология и так далее и так далее. Но он это понимает, но многие это, не думая о своих последствиях своих слов, заявляют, что они очень умные, они отвечают все наши вопросы, если критикуют Таджикистан и его руководство. Наше руководство критиковать можно, мы не будем говорить, что нельзя говорить, но когда переходя на личность нашего президента, который уже стал символом нашей нации по частности решения мирных проблем, мирного регулирования конфликтов, тогда уже это озаривается в сто раз больше, чем просто так. Это не простой президент, который через пятницу меняется. Бог служит своему народу, он выпадает свою миссию, очень огромную, очень ответственную, очень сложную и в таких ситуациях каждое слово, которое говорит какой-нибудь политик, независимо от того, что это из Ирана, из России и из других государств, он будет задевать каждого Таджикистанца, конечно, кроме обходов, оппозиционных руководов. Наш президент в открытии нового здания МИДа очень хорошо анализировал нашу позицию отношения к России. Там он и исторически и по савдаминам анализировал и сказал, что какое место занимает насилие на ЖП. Поэтому обсуждать с такими людьми эти вопросы мы не будем считать, что эта позиция уже ясна и не надо его уже раздавать. Однако по части геополитической значения позиций Таджикистана наш президент опять в своем послании 26 апреля послании парламенту страны говорили о том, что внешняя политика республики Таджикистан с самого начала независимости страны до сегодняшнего дня является главным и важнейшим средством представления на международном арене нашей страны как государство, ведущего политику открытых дверей и мы с учетом наших национальных интересов в дальнейшем также будем продолжать эту политику. Позиция ясная, четкая, здесь не надо ничего добавить. Ради защиты своей государственной независимости и обеспечения стабильного социально-экономического развития нашей страны мы обязаны подготавливать и налаживать политику своего государства с учетом национальных интересов, реальных возможностей и ресурсов опыта национальной государственности и в соответствии с общепринятыми международными нормами. И здесь как раз в проекте, который предлагается этой группой, которая сейчас с нами работает, вот эти проекты как раз относятся к этой части, то есть они будут поднимать теорусы, которые они говорят господин первые и важнейшие наши цели являются защитой и укреплением нашей национальной государственности. Вопрос защиты этого великого достояния, то есть вопрос защиты национального государства и государственности, укрепления основ государства, особенно в сложных условиях последних лет, то есть условиях повсемерного осложнения геополитической ситуации региона и мира, усиление конкуринции, столкновение интересов своих держав и когда под влиянием процессов глобализации независимости национальных государств угрожают опасность, прооблетают все больше серьезные жизненные значения. С этой точки зрения жизненные задачи и долгом совести каждого из нас заключается в том, что их постоянно помнили о защите государства и государственности, обеспечении безопасности страны сохранены стабильности и спокойствия общества. Вот для тех, которые незаметен этот момент поставили. Мы, говоря о геополитической ситуации, все время говорим о России, Европе, Китая, Соединенных Штатах, которые являются нашими главными геополитическими ароматами. Мы на них равняемся, а полем проблемам, с ними спором, дискутируем, и решаем свои вопросы то ли пограничных, то ли места Таджикистана в мировом сообществе. Однако, есть еще и новые геополитические силы, которые действуют активнее и сильнее, о которых говорят мало. Я имею в виду активизацию геополитики арабских государств, Пакистана и Дирана. Кроме того, региональные геополитические субъекты здесь сами формируют новые полюсы направления в Таджикистане основе как на старой геополитической традиции на публике религией ислама, так и формируют новые геополитические конструкции. Если под промышленным союзом собираются одни страны и под чурским флагом другие, под флагом пятиязычных стран, третьих групп, тогда самая евразия становится похожа на слоеный пирог, разница не по пустам. Все знают, что ни тюркские государства под флагом турки не могут объединиться и ни другие. Здесь много-много других сложностей, которые нужно долгие годы решить, лечить, а потом может быть что-нибудь получится. Поэтому мы очень четко и ясно понимаем, что нам не надо терять своих старых друзей своих геополитических партнеров. В рамках глобализационных процессов многие аналитики не замечают усиление национальных интересов и укрепление позиций новых национальных государств. Они одновременно имеют к счастью под своей основе и общие интересы. То есть эти национальные интересы и государственные интересы имеют и общие интересы. А это именно безопасность. Без учета проблем безопасности, без обеспечения безопасности ни одно государство какое-то демократичное И при этом нам кажется, что эта безопасность не только является внешней, есть и внутренняя безопасность. Многие проблемы, они внутреннего характера. Усиление бедности, если есть периодизация различных групп богатых и бедных, усиление позиций наркотрафика, проблем наркотиков и многие другие. Терроризма, экстремизма, сепаратизма. Если их перечислить, их будет, может быть, 10-20 еще. И я не буду о всех этих говорить, все их признаете. Вот это и дает дестабилизационную силу новую энергию для разрушения единственной Евразии. Это означает, что реально сложнее, чем наши теоретические конструкции. И мы вынуждены более активно искать спасение. Для этого, прежде всего, надо дискутировать не по тем вопросам, кто виноват в провозе наркотиков, и кто по их производству, и кто по их покупке, их потреблению. А наоборот, надо искать те факторы, которые могут уменьшить этого процесса распада и разложения. Дезинтеграции и дестабилизации. Ухудшение социально-экономической и политической ситуации. Таким образом, на мой взгляд, предложения группа крупного могут с таташком сигналом по обновлению внешней политики России по отношению к Центральной Азии. Почему я так говорю? Потому что вот здесь Данья Ашимбаев в своей статье «Хватит оглядываться на пложные» на днях говорил о том, что Центральной Азии опубликован, может не отбирать штат. В России никак не могут осознать того, что сейчас она не является привлекательным фактором для процесса объединения в Акции. Это не мы говорим, даже скидки, а казахстан. То есть, с ней всё заигрывает, но воспринимать её как старшего года уже никто не собирается. И опять-таки стоит вопрос, что никто не собирается платить за интеграцию. Поэтому, если Москва вот как-то пытается двигаться в этом направлении, хотели бы, чтобы интеграционные инициативы оплачивались Москвой. Ещё одна проблема российской политики во отношении постсоветского пространства заключается в том, что она не может определиться, что должно быть в основу такой политики, светская, скажем так, составляющая, или национальная. Потому что мы до сих пор, мы даем злово изменение Москвы за жили с артическими русскими языками. Ну, у нас всё русского языка, я не буду наоборот согласен с этим товарищем, потому что единственное богатство, единственное связь, единственный надёжный связь, который в течение столетия формировался между нами и Россией, это русский язык. И без русского языка сегодня мне нужно было нам много-много переводчиков. Сейчас без переводчика все понимают, не о чём говорим. Это я по-моему, 5 лет. И сейчас повторяю для тех, которые не слышат, что русского языка надо уважать, знать и оценить, и ценить их. И поэтому я в последнее своё видео говорил, что, как говорят русские, за эти 22 года регион сильно изменится. Россия только в том случае может иметь успеха, если признаёт эти изменения как реальность. Понимаете? Насимно мирно будет говорить русские. Это относится и России, и нам, к Северно-Азиатским республикам. Необходимо найти пути объединения ресурсов для нагоняющего развития модернизации и нового этапа индустриализации в регионах. Спасибо большое. Спасибо большое. Позвольте ещё раз приветствовать вас. Обсуждаемые вопросы сегодня являются особенно актуальными на новом северном этапе развития, условия стремительного ускорения глобальных процессов в полицинфичной системе. Когда в мировом развитии наблюдается появление новых конденций и качественных, и осуществлений государственных своих приоритетов во внешней плане. Исполнить этот штат, как соединяющая глобалистическое пространство и Центральную Азию с Китайским регионом, принимает активное участие в этих процессах на региональном и международном уровне. Вместе с тем, известно, что глобализация, как доминирующий фактор эволюции мира, наряду с предоставлением огромных возможностей для экономического и технологического развития, может стать причиной усиления противоречий в ключевых сферах взаимодействия. Геополитическое положение Казахстана, его природно-экономические и демократические возможности, уровень социально-экономического развития требует активного реалистичного подхода и взвешенной политики. В этой связи выбрав интеграцию в качестве одного из своих основных приоритетов, Казахстан ставит перед собой задачи, способствующие прагматичному, балансированному и реалистичному содержанию внешней политики для достижения национальных и государственных целей. Президент Республики Казахстан, уважаемый Малер Ахмон, в своем очередном послании к парламенту страны в апреле сего года еще раз подтвердил преемственность выбранного с момента становения страны внешнеполитического курса открытых дверей с учетом национальных интересов и с опорой на реальную доступность к глобализации. Глава государства ясно обозначил в привержении страны утверждение нового мероприятия с опорой на такие международные политические структуры и организации по безопасности, как организация объединенных наций, Шархайская организация сотрудничества, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация договора о коллективной безопасности и Организация исламского сотрудничества. Дотрагивая вопрос участия на субъектарных и российских интеграционных процессах и взаимодействия в этих процессах с Россией, необходимо ответить, что это сотрудничество последовательно и поэтапно происходит как в двустороннем формате, так и в рамках международных региональных объединений, так и в каких-то СНГ, СОС, Евразес, УДКБ. Таджикистан активно использует по площадке задружества для укрепления политических, экономических и культурных отношений между нашими странами и осуществляет многостороннее сотрудничество по всем ключевым направлениям и инкардационным взаимодействием. В Таджикистане из 3000 принятых документов в рамках СНГ подписано более 2000 тысячи. В числе подписанных около 400, это декоративно-соверного государства, то есть это политические решения. Более 1 тысячи – это решение Совета главправительства, более 200 – это решение Совета министров иностранных дел. Регулярно в Душанбе работают за заседание высших уставных органов СНГ от российских советов и экспертных групп. Именно на Душанбинских саммитах были приняты такие значимые документы сотрудничества, как «Концепция его дальнейшего развития», «Договоры о противодействии и легализации преступных доходов и финансировании терроризма». Заявление было в государстве участников СНГ об активизации сотрудничества в обеспечении законного оборудования на критических средствах, психотропных веществ и инфекционных органов. Создан Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Принято в Душанбе в дентябре 2011 года заявление Совета министров иностранных дел СНГ об обеспечении взаимозаполняющего и взаимовыданного характера развития инфекционных процессов. Также отмечена разностаивающая роль региональных структур в мировой политике и экономике и необходимость усиления мирового расстатка в инфекционных тенденциях. В этом документе также отмечено стремление разбивать связи между странами СНГ и Европейского Союза, направленные на пристрижение совпадающих целей, а также провозглашена готовность к диалогу и взаимодействию с другими инфекционными структурами в различных формах. При этом весьма примечательна для нас новая стратегия Евросоюза в отношении Центральной Азии, которая нацелена на активизацию взаимодействия в регионе. И в настоящее время формируется рабочая группа Адресского региона Казахстана для предложений по реализации этой стратегии. Казахстан является членом Евразийского экономического сообщества и остается в ответ, что преобразовательные процессы, несомненно, в основном, учитываются позитивные стороны деятельности этой экономической организации. В этом плане в фокусе внимания наших стран находятся такие вопросы, как реализация мероприятий, направленных на принятие совместных действий в общеэкономической, залоговой, банке и других сферах, в том числе по формированию правового окружения и режима свободной торговли. Вопросы о дальнейших инфекционных процессах, планируемых в рамках Евразия, находятся в процессе детального анализа и изучения применительно к реальным условиям и возможностям нашей страны. Здесь имеется в виду финансо-экономические возможности и минимизация рисков, связанных с этим. В выборе позиций евразийской интеграции, понимая то, что современный реальный, даже самая великая страна, без инфекционности экономики не может развиваться, значит, ставим играть и сторонником такой экономической интеграции, которая направлена на устойчивое, многоплановое развитие страны в качестве суверенного и независимого государства. Относительно дальнейшего многостороннего взаимодействия в рамках этих региональных организаций, я имею в виду СНГ и ГРОЗЭК, нельзя не затронуть вопросы, которые, на наш взгляд, не раздуманно связаны с обеспечением экономической и продовольственной безопасности, включая безопасность энергетики и транспорта. В этом плане весьма актуально является налаживание более эффективного механизма, предотвращающего создание искусственных преград для свободного перемещения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов, особенно транзита народно-хозяйственных клубов. Татистан особое значение уделяет активному и разноплановому сотрудничеству с ведущими здоровыми организациями, деятельность которых основана на принципах защиты мира, обеспечении безопасности и стабилости, а также соответственно социально-экономическому процессу. Не сомнение, особое место в системе документов международных заказаний принадлежит Шанкальской организации сотрудничества. В рамках ШОС, являющейся многопроблемым механизмом взаимодействия, Татистану являлся сторонникам принятия не только политического характера, но и адекватного ответа в социально-экономическое и гуманитарное зрение. Тот факт, что в последние годы эта организация все больше внимания уделяется перспективом экономического, научно-технического, гуманитарного, кредитно-финансового сотрудничества, а также вопросом социальной защиты и формирования принципов пользы человечества, является важным погружающим фактором нашей приверженности к этой организации. В настоящее время в соответствии с поставленными главными государствами ШОС задачами идет активный поиск путей перехода от национального сотрудничества к системному подходу на осуществление многосторонних и многосторонних торговых экономических и инфраструктурных проектов, призванных содействий в успешной реализации внутренних экономических программ и наращивания региональной экономической интеграции. Новые визы вызова современного мира делают все более актуальным сотрудничество в области обеспечения безопасности в евразийском пространстве. В результате, что Таджикистан можно отнести к числу государств от безопасности и политической стабильности, которой в значительной степени зависят стабильность и безопасность во всем регионам. Взаимодействие Таджикистана и России в рамках международной региональной организацией противодействия терроризму, экстремизму и незаконному оборуду наркотиков способствуют укреплению пространства безопасности. В этом плане, наряду с сотрудничеством в рамках ШОС, приоритетным направлением для Республики Таджикистан является развитие региональной интеграции в рамках организации договора о коллективной безопасности. Созданная в рамках этой организации общая нормативная правовая база и механизмы взаимодействия в этих сферах позволяют планомерно повышать уровень нашего подъемства, обеспечивать с ученым национальных и коллективных интересов адекватное реагирование на новые вызовы и срозы. В формате УДКБ созданы и используются на постоянной основе координационные механизмы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности. Сотрудничество в этом формате дает большие возможности для продвижения инфраструктурных процессов в зоне ответственности УДКБ, в защите коллективных интересов на общем пространстве, в установлении прочих добрососедских отношений. В этой связи хотела бы ответить, что вопрос о связи с установлением мира безопасности и политической стабильности в соседнем Амбонистане, являющейся одной из основных задач системы обеспечения международной безопасностью, отвечает национальность власти Таджикистана. Относительно создания и перспектив деятельности на афганском направлении, Таджикистан неизменно придерживается той точки зрения, что урегулировать проблему Афганистана необходимо комплексными методами, лежащими, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Факт 2014 года, то есть вывод войск международной коалиции за Афганистан и состоящие президентские выборы в этой стране, обязывает принятие совместных комплексных мер по нейтрализации сброса, стерилизации обстановки и предсказуемости дальнейшего развития ситуации на геологии. Но Таджикистан, который имеет общую границу протяженностью 1400 км, в большей степени заинтересован коллективных механизмах безопасности. В данном контексте необходимо ответить, что совпадение концептуальных форумов Таджикистана и Россия, когда нас в развивателе. Весьма примечательны для нас намерения России наращивать международную усилия по оказанию Афганистана и совпредельность с ним государством в помощи в противодействии к новым вызовам и угрозам. Это в соответствии с новой концепцией международной координацией. Реальным способом устранения или минимизации этих вброс является интенсивное государственное строительство Афганистана, восстановление этой страны в качестве суверенного и независимого государства, в качестве экономики, путем выработки новых гуманитарных, политических и социальных энергетических оборудов. В этом плане реализуемые и запланированные многосторонние проекты являются следствием воплощения наших созидательных мероприятий. Это строительство мостов, энергетический проект КАКСА-1000 по строительству железной дороги Таджикистана, Таджикистана, проект, который сейчас мы будем разработать. Ну и весьма желательной была бы поддержка российских и других партнеров в регионе в возобновлении параллельной работы энергосистемы для выхода на внешний рынок. В настоящее время между Таджикистаном и Россией подписано 120 межгосударственных, межправительств и межбедностных документов, которые предупреждены практически все направления многокланового таджико-российского сотрудничества. Основополагающие принципы наших отношений, включая доверительность и взаимопонимание, осуждение и решение самых важных вопросов, тон которых задают главный круг наших государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Валерий Рахмон, президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Свидетельством поступательного развития и укрепления партнерских союзнических отношений между нашими странами стал состоявшийся в октябре 2012 года официальный визит Республики Таджикистан, президента Российской Федерации Путина, в ходе которого были подписаны документы по сотрудничеству военной области в сфере поставок нефтепродуктов, энергетики и развития сотрудничества в области миграции. В развитии этих договоренностей в феврале в будущем года были подписаны соглашения по поставкам в Таджикистан нефтепродуктов и соглашения с переиммиграцией. Запланировано в ближайшее время подписание документов, касающихся трудовой деятельности и защиты прав граждан на территории друг друга, строительства ванн и электростанций и других проектов. Ключевая роль в развитии в принципе торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, безусловно, финансирует Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведение очередного финансового заседания, которое запланировано в этом году в Душанбе. Касаясь вопросов экономического взаимодействия двух стран, следует отметить, что Россия является основным торговым объемом Таджикистана России, на долю которого приходится около 20% всего внешнего торгового оборота республики. За первый квартал 2015 года внешний торговый оборот между Таджикистаном и Россией составил 197,7 тысяч долларов США. Этот показатель уменьшился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 22%. Одним из факторов важных, которые влияют на товарооборот и объемы поставок, вы знаете, что является включением беспредельственного перемещения транзита грузов за предельным территориям, на что нам необходимо обратить внимание. Одним из важных направлений экономического сотрудничества двух стран, имеющих влияние как на экономические Таджикистана, так и операционные процессы в регионе, безусловно является вложение прямых российских инвестиций в экономику Таджикистана в такие острые отрасли, как энергетика, промышленное производство, горно-металлургическое, строительное отрасли, авиационные, железнодорожные транспорты, сфера высоких технологий, сельского хозяйства и людей. На протяжении ряда лет России нужно принять инвестиции в Таджикистан в общем объеме более 700 млн долларов США. Самым крупным инвестиционным проектом является библиотонстанция Санкт-Петербург-1, построенная российскими инвестициями в размере 600 млн долларов США. Компания «Газпромнефть» инвестировала в Таджикистан более 40 млн долларов США и сегодня составляет республику более 60% от общего объема нефтепродуктов. Тем не менее, полагаем, что для дальнейшего эффективного развития сотрудничества с учетом инвестиционных процессов и для реального востребованности в зоне влияния региона полагаем целесообразным осуществление инвестиций не только от проекта, который предполагается именно для вывода, но и вложения в стратегические инвестиционные проекты, рассчитывая на досроченную перспективу. Это могут быть проекты по освоению гидроэнергетических и нефтегазовых ресурсов, подготовки и переподготовки кадров, образовательных проектах, развитие промышленности, сельского хозяйства, развитие малого и среднего бизнеса. Число перспективных областей сотрудничества можно также отнести цветную металлогию, перерабатывающую текстильную промышленность, машиностроение, освоение золоторудных несорвождений с комплектом инвестиционных и стран, между которыми подписаны десятки соглашений. В торговом промышленной палате Республики Таджикистан заключено более 100 соглашений о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами областей и районов и городов Российской Федерации. Заметно активизировалось наше взаимодействие в гуманитарной сфере. Открытие представительства Россотрудничества и Российского Рекомендационного культурного центра Республики Таджикистан способствует развитию сотрудничества в образовании, науке, культуре и инновационных технологиях. На ряду с Российско-Таджикским славянским университетом активно функционируют филиалы московских вузов, это МГУ имени Ломоносова и МИСИС. За последние пять лет в Министерственном образовании из Таджикистана ученые вузы России по выделенным квотам отправлено около полутора тысяч граждан Таджикистана и в настоящий время там обучаются около 7 тысяч студентов. В перспективе при российской поддержке намучается создание учебной базы мира Таджикистана. Было бы целесообразно открытие Республики новых российских общерназовательских школ. В целом выступательное, стабильное развитие таджикско-российских отношений имеет тенденцию к поэтапному расширению с учетом современных реальных. В них наблюдается процент реализации обоюдного стремления к более тесному многоклановому сотрудничеству в соответствии с потенциалом, потребностями и взаимозаинтересованностью на фоне заметного повышения в мировой практике роли экономической дипломатии. В заключении хотелось бы выразить уверенность, что взаимоотношения Таджикистана в России в едином геополитическом, политическом и торгово-экономическом пространстве на основе равенства, взаимной выгоды и принципов стратегического партнерства с учетом близости и позиций по вопросам региональной и мировой политики будут и в дальнейшем отвечать высшим национальным целым целым интересам, способствовать успешному решению многих важных вопросов интеграционного развития экономики и обеспечению безопасности в Евразии и в мире. Спасибо. 8 апреля всего года исполнился ровно 21 год установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. А 25 мая исполняется ровно 20 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими двумя странами. Поэтому мы находимся с вами на таком важном историческом Таджикистане. Наши государства являются стратегическими партнерами и союзниками, и это союзничество основано на принципах равноправия, взаимоуважения и взаимной выгоды. Все эти годы россияне всегда были рядом с братским таджикским народом и оказывали ему всестороннюю поддержку. Достаточно вспомнить о российских военнослужащих и пограничниках, отдавших свои жизни ради мира и стабильности на таджикской земле. Россия сыграла ключевую роль в урегулировании этого кровопролитного конфликта, и не случайно, что соглашения о национальном примирении в 1997 году были подписаны именно в Москве. И сейчас наши отношения развиваются поступательно и благотворно. Наша конференция проходит в стенах РФСУ, который сам по себе является плодом нашего сотрудничества в области образования. Ну, здесь в докладе, уважаемый Березвейстан, было сказано, я просто повторюсь, может быть, что за последние годы в Ушанбек, кроме РФСУ, открылись филиалы МГУ, ВИСИС, ведется подготовка к открытию такого же филиала Московского энергетического института. Россия является главным такой экономическим партнером Таджикистана, и на протяжении последних лет занимает первое место по объемам взаимной торговли и инвестиций. Ну, достаточно сказать, здесь уже цифры озвучивались, достаточно сказать о том, что в общем объеме прямых накопленных иностранных инвестиций в экономике Таджикистана, а это очень большая цифра, и она уже приближается к 2 миллиардам долларов, доля российских прямых капиталовложений составляет более 46%. Всем известны проекты наши совместные, это и Санктудинская ГЭС, и та деятельность, которую систему от того розничной сети транспортной инфраструктуры Газпромнефти Таджикистана, это и бурение недр, и геологическое изучение недр ЗАО «Зарубежнефтегаз», которое уже в Шахринавском районе пробурило довольно глубокую скважину, а уже сейчас рекордная для покровителей Центрально-Азиатского региона. Ну, это проекты в строительной среде, ну, естественно, работают на рынке Таджикистана такие крупные российские операторы связи, как Билайн, Мегафон. Построен торговый центр «Пойтах», многоэтажный жилой комплекс «Пойтах-80», бизнес-центр «Созидание», «Хаят Рейджинси», «Душанбэ» и так далее. Первый российский банк начал работу на территории Таджикистана, представительство Российской футбанка работает здесь. Заметно обогащает наше сотрудничество, экономическое сотрудничество, взаимодействие между регионами. Двусторонняя правовая база межрегионального сотрудничества составляет более, уже приближается к 100 соглашениям и меморандумам, и более 70 российских регионов участвуют в этом взаимодействии. 5 апреля, как известно, в Душанбэ-Плазе состоялся второй, вторая международная конференция под названием «Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана». Это мероприятие стало ярким событием политической жизни республики. В нем приняли участие с российской стороны представители администрации президента России, Россотрудничества, ФМС, другие федеральные ведомства, а также руководители около 15 субъектов Российской Федерации. Все это, как представляется, красноречиво свидетельствует о важности для России партнерства с Таджикистаном. В рамках данного форума состоялось подписание соглашений между Российским экспортно-страховым агентством и Таджикским Агроинвестбанком и Ариенбанком об организации страхования, а также соглашение между Новиком банком России, КАСКоммерсбанком Казахстан, Руславбанком России, Тимирбанком Казахстан, Балтикумсбанк Латвии и Таджикским Ариенбанком о предоставлении синдицированного кредита. Все это, несомненно, можно расценивать как значимый шаг прежде всего России по дальнейшему вхождению ее бизнеса в экономику республики. Известно, что также активно развиваются наши контакты по научной и культурной линии. Наши страны активно поддерживают друг друга в международных организациях, стараются координировать свою внешнюю политику на международной арене. Все это составляет существо сегодняшнего дня наших двусторонних отношений. А каковы же их перспективы? Они, как представляется, определяются, во-первых, между государственными и межправительственными соглашениями, подписанными между нашими странами в ходе официального визита Душанбе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в октябре прошедшего года, и визита Дмитрия Анатольевича Медведева в Душанбе в сентябре 2011 года. Ну, а во-вторых, они определяются, конечно же, реалиями развития ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в соседних с ним государствах. Среди двусторонних документов ключевыми, на мой взгляд, являются, которые я перечислю, которые были подписаны, являются международное соглашение об условиях и статусе пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан вместе с меморандумом между Минобороны России и Минобороны Республики Таджикистан по вопросам сотрудничества в военной области, межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан, по дальнейшему сотрудничество в сфере миграции, сотрудничестве по пограничным вопросам, соглашение между ФСКН России и агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконным оборотам наркотических средств, психотропных веществ и их прикусоров, а также программа экономического сотрудничества между нашими странами на 2011-2014 годы, которая была подписана еще во время визита Владимира Анатольевича Медведева в 2011 году. Успешная реализация данных соглашений является приоритетной задачей российской дипломатии на таджикистанском направлении, поскольку они определяют конфигурацию нашего взаимодействия на ближайшую перспективу. Например, совершенно очевидно, что существование в Таджикистане мощной российской военной базы вкупе с оказанием российской помощи в деле реформирования национальных вооруженных сил Таджикистана станет решающим фактором стабилизации ситуации не только в Республике, но и в Центральной Азиатском регионе в целом, в свете возможного усиления угрозы экстремизма после вывода из Афганистана коалиционных сил в 2014 году. Российские военные уже доказали это вводы гражданского противопротивостояния в Таджикистане, когда угрозы его национальному суверенитету и целостности были сильны, как никогда. В то время они стали надежным засловом на пути различного рода экстремистов и антиконституционных сил. Убеждены в том, что вряд ли какое-то другое государство сейчас сможет решить такую задачу. А для вооруженных сил и других слабых сроков Таджикистана ее будет решить сложно просто потому, что они во многом пока находятся в стадии своего восстановления. Именно поэтому сильное российское военное присутствие в Таджикистане необходимо сейчас не только для России, но и для самого Таджикистана. А значит, ратификация данного соглашения является лишь делом времени. Этот процесс идет своим чередом, но вызывает лишь сожаление, что он опростает часто различного рода вымыслами и искаженной информацией, выкраскиваемой в СМИ. В свете фактора 2014 заметно вырастает значение нашего взаимодействия на пограничном и антинаркотическом треках. Упомянутые Высшие соглашения придали этому сотрудничеству новые модальности. Российская сторона рассматривает пограничные и антинаркотические ведомства Таджикистана в качестве своих надежных партнеров в вопросах нейтрализации, экстремистской и наркоугроз, направленных в том числе и на Российскую Федерацию. В последнее время, в связи с непрекращающимся потоком наркотиков в Россию и усиливающей угрозой, в первую очередь, молодому поколению нашей страны, взаимодействие в этих областях приобретает для нас приоритетный характер. Наше государство стремится активно, адекватно ответить на имеющиеся вызовы и безопасности не только на двусторонней основе, но и в рамках таких близких нам объединений, как ОДКБ и ШОС. Именно поэтому наша общая задача, как представляется, является всестороннее развитие этих структур с целью превращения их в взаимовыгодные для всех участников механизмы решения имеющихся проблем и создания условий для поступательного экономического развития. Не случайно в Москве, как и в Душанбе, придают большое значение подключению к работе ШОС Афганистана и соседних с ним стран. ШОС имеет все возможности стать таким эффективным механизмом, поскольку является объединением региональных государств, на которых упомянутые угрозы оказывают самое непосредственное влияние. Затрагивая проблематику решения социально-экономических проблем Таджикистана, да и всего региона, нельзя обойти тему базовой миграции, направленной, как известно, в основном на Россию. Действительно, она в значительной степени помогает сгладить эти острые проблемы. Граждане Таджикистана ежегодно переводят народную из России не менее 3,6 миллиардов долларов США, что, в принципе, сопоставимо с целым государственным бюджетом. Такую ситуацию, конечно, с некоторой натяжкой тоже можно назвать интеграцией между нашими странами, сложившейся в постсоветские годы. Однако, получается она, прямо скажем, однобокой. Вливая денежные потоки из России в национальную экономику, она в то же время весьма слабо влияет, такая интеграция, на ее развитие. С другой стороны, развитие экономики республики сдерживается известными противоречиями межгосударственного и регионального характера, существующими в самой Центральной Азии. Становится очевидным, что преодолеть эти трудности могло бы создание некой общей системы координат, площадки для совместного развития, которая помогла бы снять имеющееся ненужное наслоение. Как представляется, именно это и предлагает выданный президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином евразийский интеграционный проект, основой которого стал таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. На подходе к вступлению в это объединение находится сейчас Тургызстан. Надеемся, что и Тургызстан принял такое же решение. Для обычных граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так называемых трудовых ввод в рамках этого объединения будет означать возможность без всяких ограничений выбирать. А для бизнеса откроются новые, более широкие возможности. Вот таковы, на наш взгляд, в самых общих чертах ключевые направления взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан на ближайшую перспективу. Спасибо за внимание. Почему стратегические инвестиционные проекты и что это такое? Стратегические инвестиционные проекты это проекты, они долгосрочные, они в принципе выбираются дорогостоящими и с долгими деньгами, от 7 до 12 лет. Пока условно, это первая версия альбома, мы исходим пока из этих параметров. От себя скажу, что это не только инвестиционные проекты, я скажу еще, что они весьма интересные. Весьма интересные и в рамках соразвития наших двух государств они завязывают не только Таджикистан, они завязывают и Россию, и Узбекистан, и всю Центральную и Среднюю Азию. Здесь в альбом вошло только 14 проектов, это первая версия. Еще раз отмечу, реестр, как отмечалось, довольно большой, с довольно большим списком интересных стратегических инвестиционных проектов. Данные проекты, они не являются отраслевыми, они увязывают между собой разные отрасли, индустрии и промышленности, и сельского хозяйства, и машиностроения. Хотелось бы сразу отметить, то, что очень большой вклад в создание этих проектов и в идеи внесли на самом деле мыслители вашей республики, республики Таджикистан. Огромный вклад и помощь. Даже, может быть, неформальных беседок, но был вклад и Шлакова Георгия Вадимовича, мы ему очень признательны, и вашего президента первого, Макамова, Который Макамович. Чрезвычайно интересная информация от них получена, и она использовалась. Честно скажу, мы украли какие-то идеи и мысли. В хорошем смысле этого слова мы использовали как строительный материал, потому что тот вклад, который был вложен в те годы, он сегодня на самом деле не воскребован и не замечен. И я как раз обращаю внимание, что, видимо, нам бы по-серьезному относиться и обращаться к тем людям, которые компетентны именно в стратегическом планировании. Был госплан, были стратегические задачи, и грех не использовать это. Но, возможно, немножко уже в других, более модернизированных формах. Опять хотел бы отметить книгу Шлакова Георгия Вадимовича. Одно из важнейших заявлений о том, что были большие проблемы в управлении межотрясливыми проектами. Например, Южный Таджикский территориально-промышленный комплекс сталкивался с большими проблемами. Они сегодня актуальны, 100%. Это межотрясливое управление. Что стратегические инвестиционные проекты и то, что мы будем с вами вместе восстанавливать, связи между нашими странами, они являются межотрясливыми. Необходим инструмент управления этими проектами. Методы задумки у нас есть, и мы рассчитываем, что и от вас будет открыться. Мы вместе с вами и реализуем эти моменты, что необходимо межотрясливое управление. И все эти проекты не являются трясливыми. Казалось бы, железные дороги, инвестиционный проект номер один у нас. Казалось бы, это РЖД, это таджикские железные дороги, это Минтранс. А на самом деле я вам скажу, что нет. Мы с торгово-промышленной палатой в прошлый визит посещали свободную экономическую зону в Ангарахе. Свободная экономическая зона зовет резидентку в судах. Первая моя мысль. Придут российские предприниматели, они будут производить какую-то продукцию. Как нам вывозить свою продукцию на рынок Российской Федерации, который очень емкий. Как нам есть у нас проект в этом альбоме «Витамин Минтранс» называется. Он очень широко освещен, но на самом деле суть его в том, чтобы обеспечить потребность Российской Федерации, Северного государства, свежих, качественных витаминов, фруктов, овощей, которые Республика Таджикистан способна больше выращивать. Как мы себя обеспечим? Через логистику, через транспорт. Поэтому вопрос первого проекта – это замечательная инициатива Республики Таджикистан, Республики Туркменистан и Республики Афганистан. Они договариваются о строительстве совместной железной дороги. Вот в докладе госпожи Касимовой я с интересом на эти параметры именно об этом услышал, что МИД Республики Таджикистан зовет и просит участвовать в этом. Со стороны Российской Федерации, конечно, это, можно сказать, упущение большое, что они не замечают инициативы Южных республик, Республик Средней Азии, не принимают участия. И мы эти упущения, я думаю, исправим. Потому что вывоз продукции и участие промышленности предпринимателей Российской Федерации в Таджикистане, я думаю, был полностью обеспечен этой железной дорогой. Потому что осталось отправить грузы до морского порта Таджикистана, где уже в Каспийском море около 150 российских торговых судов запросто примут, к примеру, с фруктами, с продукцией, с любыми товарами Республики Таджикистан. На сегодня это один из интереснейших и оперативных способов вывода изоляции Республики Таджикистан и транспортной изоляции из уменьшения зависимости родцев предельных Республики. Что бы хотелось еще отметить в этом альбоме. На примере проекта шелководческого кластера хотелось бы сказать, что подобные проекты полностью отвечают интересам Российской Федерации. К сожалению, мы не в первую версию не внесли проект по колодку и по переработке хлопка, но я думаю, мы его доработаем, потому что серьезная работа сейчас начинается. Хотелось бы сделать его более осмысленным. И я думаю, в следующей версии мы его вставим по хлопководку. Вот хлопок и шелк, они очень коррелируются, очень серьезно. Вот на примере хлопка, скажу, что в России, как было отмечено, какие конференции проходят, а где нам брать свое, где материалы, как нам восстановить Ивановскую промышленность, Легкую, Вологодскую, в Московской области стоят предприятия, там до 70% влачат жалкость существования. Казалось бы, да, отсюда, из Таджикистана, да, Россия могучая, большая, богатая страна, но она богата не промышленностью, а мыфтью и теми доходами, которые мы получаем на церях. А то, чем мы были с вами вместе богатой и сильны в запустении, как здесь, в Таджикистане, так и в Российской Федерации. Поэтому стратегические инвестиционные проекты имеют стратегическую цель восстановления этих связей. На примере хлопка, я скажу, что это перспектива ближе к штыре, потому что непонимание в Российской Федерации и в плане сырья и тканей и многих этих параметров, оно результат просто халатности, можно так сказать, и не обращение взоров к старым связям Советского Союза. Я думаю, мы это исправим. Что бы еще хотелось отметить в этом альбоме. Все эти проекты нацелены не только на промышленность республики Таджикистана, развитие и промышленности Российской Федерации, но и с предельных стран. Не только стран, но и индустрии. На самом деле есть у нас проект в этом альбоме по алюминиевой промышленности. Является он очень интересным, потому что основывается на попытках реализации и производства гринозема из местной серии. Это одно из перспективных направлений не только для республики Таджикистана, но и для Российской Федерации. Потому что Российская Федерация сама испытывает дефицит гринозема, заводится много импорта, и на самом деле Россия зависит. Зависит от импорта. При определенных не благоприятных ситуациях Россия может остаться несерьезно. Развивая это направление в Таджикистане, мы обретем совместную компетенцию и Российской Федерации, и Республике Таджикистан. сможем реализовать интересные направления, используя местную сырье. Хотелось бы еще обратить внимание на проекты транспортные. Есть у нас проект номер два струнно-радиционно-транспортных систем. Чрезвычайно перспективен. И в России, я вам честно скажу, на него не обращают внимания, потому что вот эта вот философия трубы, философия получения каких-то доходов от нефти, от газа, она притупляет ощущение, что мы достаточно обеспечены, у нас все есть. В Республике Таджикистан данная технология по-моему очень перспективна и отвечает многим стратегическим целях выхода Республики Таджикистан на на новое качество транспортных услуг и эффективность. Более подробно можно будет об этом поговорить по-хоже. Есть в нашем альбоме в данном упоминание Дешки-Джумской гидроэлектростанции грандиозного проекта еще начатого в советское время. Сейчас идут разговоры и в Республике Таджикистан, чтобы было бы хорошо восстановить. этот проект начать его реализовывать разумеется он грандиозен не только по замыслам но и по финансовым вложениям. Очень сильно все эти стратегические проекты связаны между подробно. Казалось бы Дешки-Джумской гасит отдельное направление гидроэлектростанции энергетики. Есть 14-й проект это водопровод. Водопровод, о котором много говорят, но по раз разговору переходим к делу. водопровод, что без решения водных претензий, без удовлетворения претензий Среднеазиатской республики в Дмитрийстан мы не можем говорить в любом мере, а полноценном использовании. Поэтому эти два проекция очень сильно взаимовязаны. Например, реализация проекта по водопроводу полностью уберет всю проблематику. Я уверен, что мы сможем Среднеазиатской погружить и вернуться в восстановление единой системы. И восстановить энергиокольцо, и управление единой энергибалансом. И послужит это в целом уменьшение проблематики, конфронтации и строительство реального Евразийского союза основного не на политических логинках, а на едином экономическом системе. По нашей работе хотелось отметить, что мы ищем, мы этим альбомом заявляем свою инициативу, свой подход, и мы ищем оперей со стороны экспертов и молодежи принять участие в разработке, потому что без создания реальных команд по одному программу будет двум проектам у нас более-менее получается. Есть компетенты, мы их находим, мы их объединяем, получается работать, но в целом отмечу, у нас 100 проектов, 100 идей, 100 проектов, и под всю эту реализацию необходимы любви, их мнение, критика и участие. Так что днем предложения и от Республики Таджикистан, и от Российской Федерации мы готовы участвовать и усиливать данные парламента. И наше понимание это метод восстановления совместного развития, в том числе и реализации промышленного развития как России и так и республики. Спасибо. Спасибо.